Зачем испортили фильм моего детства? Ну, название. Возвели бы другое название. Ещё раз хочу сказать всем спасибо, кто писал комментарии. Чё-то мы поздно, возвращаемся домой. Это оттойнейший сериал, если честно. Всем привет, чуваки! Вы смотрите ежедневные влоги Кэм Ульз Мэн. Сегодня 15 ноября. Сегодня мы идём на баскетбол. Но перед этим я хочу вам всем выразить благодарность. Ещё, правда, не все отписались в комментариях под прошлым влогом. По поводу телефонов. Мы, короче, тут вообще уже в голове своей перевернули всё. Почитав ваши комменты, я многим там написал и спасибо, и ответы на ваши вопросы. Процентов 90 всех комментирующих, ну ладно, хорошо, 70, не факт, что 90, советуют типа не тупить и не покупать что-то китайское, а покупать типа флагманов Самсунга, либо же айфона. И мы такие, аааа. Я начал прицениваться, смотреть, что, в принципе, айфон можно за 36 взять там вроде как и Самсунг. Ну, Самсунг, между прочим, немножко подороже у него модели. Ну, в общем, короче, вы сбили нас. Да, короче, пока ходим со старыми. Пока ходим со старыми, возможно, копим дальше или что, не знаю, ещё ваши комментарии продолжаются. Может, сейчас какой-то коммент придёт такой, что купите дисковый телефон домой, и всё. Как я уже сказал, что идём мы сегодня на баскетбол, играем с Францией. Да, крепко мы подсели на баскет. Вот. Играем с Францией, будем болеть за локом, и сейчас я иду за машиной. Так уж получилось, что вчера очень поздно приехали и парканулись вообще в жопе, в жопе мира. Сейчас придут за машиной, потому что мы хотим горошу донести на руках до тачки. Потому что её мы оставим Алискиным родителям. Куда мы сейчас, собственно, направляемся, чтобы распечатать пригласительные билеты? Чтобы она не голодала. Спасибо, Войя Агафонову, за билетики. Чувак, ты прям вообще подгончик за подгончиком. Приехали к Алискиным родителям, 7 часов вечера, ребят, 7 часов. Я вам хочу сказать, что 2 часа назад, в 5 часов, была уже такая же темень, такая же ночь. На камере, опять же, это не видно, что на самом деле очень темно. Но на самом деле очень темно. Какими-то я тупыми фразами говорю, но я думаю, вы все меня поняли. Ехали по пробкам, Алиса такая уже, может, уже не пойдём никуда. Пойдём, деточка моя, пойдём. Горошеньку оставляем и идём. Видите, какой у нас сегодня туман? Всё в тумане вообще. Давай, себя веди прилично. Подъезжаем к баскет-холлу. Здесь, как всегда, какая-то пробка на поворот. И за 20 минут до начала матча всё, выходит полицейский и разруливает ситуацию. Ну, блин, он взял и ушёл. Да сейчас и так... Да сейчас погаснет и всё. Ну, ты же уже выехал. Я-то уже, да. Здесь, слава богу, они хоть не накажут. Типу, эй, ты выехал, а ну-ка. Ну-ка, сейчас прикинем, махнул бы такой жезлом. А ну-ка. А я бы ему сказал, ну-ка, бзду-ка. Там всё занято. Там всё занято. Ничего не занято. Смотри, вон, все те же места, вон они свободны. Сейчас вы туда поедёте. Да, вообще, конечно. И потом чёк-сесть и чёк-балим. Отсюда тоже никто не хочет выезжать, потому что... Точнее сюда ставить, потому что это нужно в любом случае пересечь. Сюда, ну, короче, внедряться, внедряться нужно. Едем громить Францию. Туманище. Сегодня просто с самого утра такой туман густой, что какой-то мелкий дождик вот такой идёт. Но мне даже кажется, что это нифига не дождь, а именно, не знаю, частички тумана такие оседают. Ну, правда, так и ощущается. Я же не вижу дождя. Так оно и есть, супергустой туман. Ну, чё-то Алиса не хочет выходить. Ещё придётся... Придётся тебе выгонять. Чё сидишь? А ну-ка, выметайся отсюда. Ты оставляешь? Да. Блин, у меня там трещотка есть, он ещё с прошлого матча. Но я сегодня принесу новую. И вот мы уже внутри баскет-холла, друзья. Никогда не заходите в центральный проход. Тут всегда больше всего народу. Имейте в виду, что сбоку работают. И, и... Мы сегодня будем сидеть в другом секторе. Будем сидеть в первом. До этого мы... Две или три... Три... Я не знаю, какой-то мишка. Три игры. Это вообще... Это не наш талисман. Это не наш талисман. Что происходит? Короче, ищем первый сектор. До этого мы сидели в пятом. Это будет абсолютно зеркально наоборот. За тренером, за командой будем сидеть. Посмотрим, как с той стороны смотрится матч. Мы обычно сидели вон там. Теперь будем сидеть здесь. Короче, с этих мест намного удобнее смотреть. Смотрите. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ КОНЕЦ Две четверти позади 44.25 ребят, рвём их В то время как началась вторая половина матча Под прошлым влогом мы всё больше и больше оставили комментов Мне нужно будет обновиться ещё 132 коммента сейчас 132 КОНЕЦ 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 Французские, да, Лимош Что-то вообще настолько, не знаю, у них настроение плохое или что Они просто не попадают Некоторые броски были просто мимо счета Мимо счета Мазлбага Как так? Наш рвун, наш рвун 60-44 Остался последний, последний четверг Полторы секунды осталось до конца Все уже устали, готовы бежать просто к парковке Всё 85, всё КОНЕЦ Ура 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 Вы сегодня Вы погибли Не напакостничал Ну он что-то кашляет Кашляет?! Что это что-то Да, да, да Да, да, да gjorde Что-то мы поздно возвращаемся домой что решили заехать в табриц взять покушать что-нибудь там готовые салаты молоты если есть вообще что-нибудь чувака чуть там совсем поломать просто сейчас уже сколько часов 11 наверно поэтому не факт что вообще что-либо будет все салат винегреты и прочее разобрали поэтому берем кокосовое молоко кокосово-шоколадное и хлопья и вот хлебушек хлебушек еще мысли вот какие-нибудь вот эти вот мне кажется чего же не брали нет не знаю может я не знаю не смотрел но блин это не стоподов вкусная я прям чувствую ну цена у них такая цена цена не вкусная сейчас я покажу цену прикольно за гранову 550 рублей за вот эти 400 грамм таблиц ты меня удивляешь еще раз хочу сказать всем спасибо кто писал комментарии с советами телефонов их очень много и все больше и больше я все перечитал и в голове теперь не то что каша а слишком много мыслей да 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 чувак и написал ох зря ты вообще затеял типа сейчас тебя так запутают но не то чтобы запутали просто я понимаю что у всех свои вкусы и всякое такое также как у нас какой-то вкус сформированы все таки мы в какой-то момент хотели samsung ну то есть там тут менять на samsung и и сейчас например тоже можно задуматься и об этом и об айфоне ну в общем короче надо главное торопиться главное торопиться вот вообще хотел четко поднять такую тему про спорт мы тут зачастили ходить на баскетбол например в этом сезоне уже четвертая игра на которую ходим 4 4 победная 4 это ты ты 3 ходил я 4 в этом сезоне мы ходили четыре раза я ходил четыре раза на баскетбол всего шесть до этого два раза все были так вот я в жизни столько не ходил на баскетбол потому что вообще никогда не ходил на баскетбол да нет он может есть но это какая-то там лига так вот а в омске ну мы ходили на хоккей с детства по поводил на хоккей на авангард потому что хоккей в омске это ну это прям это ох это достояние авангард о футбол футбол лена ну в общем про хоккей чеха сказать что здесь его нету есть сочи вроде как команда ну да и хоккей ты не ну почему ты не цеплял почему-то только самые финальные матчи плей-офф и цепляли когда уже вот все накал страстей чемпионы или не чемпионы и туда болеешь там бах чемпионы не помню какой год мы авангард стал чемпионом это прям я очень хорошо помню этот день когда мы сидели смотрели хоккей по телеку вот футбол с алиске ходили на два матча футбольных и ну не цепляет нас ну вообще как-то для меня футбол очень тягомодный и такой какой-то долгий зачем такое большое поле чем-то много игроков вот оптимально баскетбол баскетбол добра вообще шикар все директор камбуз мена по совместительству мой брат покинул краснодар улетел сегодня вот долго долго он был здесь задержали вот и улетел дальше по работе надеюсь что еще вернется он забрал гоупроху поэтому я уж очень надеюсь что он вернется брат смотришь ты гоупроху верни пожалуйста чё за фигня на чучу дело поснимать но в общем в любом случае верни пожалуйста у нас погода дерьмовая прям одеремилась за один день вчера была теплая позавчера была вообще шикарная сегодня просто какая-то отстойнейшая она туман морозь грязь лякоть мы даже через поле не смогли не даже не смогли не смогли бы и мы не стали вообще это делать не поехали через поле колесным родителям вот гороша вам хочет хочет сказать например то что что что-то горошку а теперь самое сладкое напоследок я оставил сегодня леска скачала большой куш сериал большой куш он так и называется то есть это не русские его так перевели это он реально сначит называется также как и фильм сначит да ну типа большой куш но вообще как бы первым называется в гоблинской переводе но скорее наверно вот как я не знаю это это английское слово и может быть нет аналогов и вот описать слово как и либо большой куш и приведет так вот это отстойнейший сериал если честно ну вот просто угну до урывает толки не в том плане что он такой дерьмовый в том плане что взяты гайерические манеры съемки это раз взяты как ты бы персонажи такой англии вот этой вот где типа там подмутил тут продал тут короче поставил опять же баскетбол у меня все баскетбол перед бокс там был цыган здесь тоже как как будто цыганы вы помните там там и сказали что он цыган и даже слышал краем уха чувак и короче ой не надо было вы зачем испортили фильм моего детства ну названием возили бы другое название хотели сыграть на этом я посмотрел специально в кинопоиске режиссеров операторов сценаристов установщиков там или кто еще в общем нет ни одного совпадения с фильмом большой куш то есть это вообще люди которые я не за не купили права может быть на название или что-то такое но мне не нравится наигранность не нравится наигранность вот этого кентак главного героя рыжего вот этого из гарри поттера блин я обрадовался когда увидел чувака который играл в сплетнице такой блин да там там у вас был бас бас вот здесь он какой-то испанец какой-то тоже супер мексиканец переигранный этот сам че мальчи ничего никто не бросает я так блин в дешевых фильмах сериалах такая хрень в общем никакой реалистичности бандитизма вот это вот бандитской англии нет пересмотрите большой куш просто пересмотрите большой куш и вы увидите настоящую вот этот настоящий дух английского бандитизма где там по жести все там без всяких каких-то соплей здесь много много соплей много каких-то ну ладно все в общем сериал можно смотреть но просто надо все сразу как-то отстранить в своей голове от сериала название это небольшой но вот и все ребят увидимся с вами завтра подписывайтесь на канал пишите свои комментарии оставайтесь вместе с нами пока а а а а а а а